На улице Дремучий остров в Калининском микрорайоне установлены опоры и натянуты провода. Территория, по которой в темное время суток люди были вынуждены ходить с фонариками, наконец освещена. Проводим работы по натяжке изолированного провода для линии уличного освещения. Они здесь отсутствовали, освещения этого здесь не было долго. В ближайшее время планируем подвеску кронштейнов и светильников. Этого события местные жители ждали с нетерпением. Нина Ивановна Макаренко живет здесь без малого 70 лет. Она вспоминает, что раньше уличное освещение работало исправно, а несколько лет назад фонари погасли. Не так давно она обратилась к главе администрации Геннадию Орлову с просьбой исправить ситуацию. Ответа долго ждать не пришлось. Я в окно смотрю, на столбах лазают. Думаю, зачем приехали? Ну, догадалась. Администрации большое спасибо за такую вот быстро, молодцы, просьбу отозвались. Надо же и на колодец, и в туалет, и за дровами идти. И темнотиша. У нас же деревенская жизнь. Администрация Выборгского района прикладывает все усилия для того, чтобы решать проблемы жителей в кратчайшие сроки. Конечно, у пожилых людей, особенно у участников Великой Отечественной, которым сегодня за 90 лет, всегда остаются какие-то нерешенные, маленькие, возможно, маленькие вопросы. Но они для них сегодня очень важны. Они живут этим. И отрадно то, что, конечно, по этим проблемам оперативно откликаются люди, которые обязаны заниматься этими делами. Их решают положительно. Я думаю, это самый большой подарок этим людям, которые завоевали для нас свободу и независимость нашей Родины. На сегодня работы по освещению улицы Дремучий остров завершены. Объект сдан. Линия запущена в эксплуатацию. Продолжение следует...